МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А не испит ли нам чайку? Пробка ведь! Пятничный снегопад погрузил нижегородских автомобилистов в рутину городских заторов и сразу показал, у кого фантазия богаче. Чем занимаются водители, пока томятся в ожидании? Выпал снег, жди аварий. Межсезонье в очередной раз принесло проблемы. Автомобилистам и резко увеличило количество ДТП с пострадавшими. Бумага уходит в прошлое. Электронные новинки в Нижнем Новгороде добрались и до общественного транспорта. Постигать передовые технологии придется всем, от школьников до пенсионеров. Волга-арена в Нижнем Новгороде так и не построят. Для будущего стадиона на Стрелке придумали новое название. Расскажем, какое. А также 17 лет работы, чтобы вы увидели самое интересное. Цирк на воде ждет в эти выходные нижегородцев. Об этих и других событиях пятницы расскажем в ближайшие минуты. Вы смотрите службу новостей «Город». Меня зовут Дмитрий Сорокин. Здравствуйте. Итак, в пятницу нижегородцы говорили только об одном. На город обрушился неожиданный для первой декады октября снегопад, который, естественно, парализовал движение на улицах города. Водители, отвыкшие за лето от долгих пробок, сразу вспомнили, что у кого-то в машине есть аудиокниги, у кого-то планшет с играми, ну или маникюрный набор. Наш корреспондент Надежда Рожнова в пятницу потратила много времени и побывала в разных городских пробках, чтобы лично посмотреть, чем же все-таки там занимаются нижегородские водители. Виктор Симоненко работает дальнобойщиком уже много лет. За это время побывал во многих городах и простоял не один километр пробок. Водитель рассказывает, что его любимое занятие в заторах – это рассказывать анекдоты напарнику и пить чай, или кофе. А если ожидание затягивается надолго, то Виктор не против и соседей по несчастью угостить. Слушать радио, смотреть по сторонам, изучая другие автомобили и, конечно же, играть с гаджетами. Такой рейтинг пробочных дел мы составили благодаря опросу в нашей группе ВКонтакте. Планшеты и телефоны стали привычными для нижегородцев, а вот специальные автомобильные устройства только набирают свою популярность. Это столик для водителей и кофеварка. Во время пробок появилась прекрасная возможность аккуратно перекусить и выпить кофе. Расслабление в пробке устроит массажный чехол на автокресло. А датчик положения головы поможет вам избежать несчастного случая. Устройство надевается на ухо, подобно мобильным наушникам. При наклоне головы раздается сигнал, который разбудит вас в дороге. Скребок для снега с подогревом для тех, кто любит проводить время с пользой. Смотри, какая пробка. Если водитель просто стоит, действительно никуда не двигается, то, в принципе, можно, конечно, и посмотреть, и поговорить по телефону, и все, что угодно. Но в основном наши пробки стоят из коротких движений, да, то есть передвигаемся, потихонечку движемся, и в такие моменты, конечно, отвлекаться дороги не стоит. Мы оказались в пробке, и пока наш водитель стоит, мы решили развлечься и измерить длину затора моими шагами. Пойдем? Кто придумал, скажи, эти пробки? Три. 633 моих шага сегодня составляет пробка до Борского моста. Подсчет шагов – это неплохой способ размяться и скоротать время в заторе. Но такой вид развлечения подходит только пассажирам. Для тех, кто предпочитает развлекаться в пробке, не выходя на мороз, интернет, пользователи придумали свой способ. Запись клипа и пусть под рукой только мобильный телефон. Не говори, что мы опоздали. Ты чувствуешь свет между нами. Ну, а для кого-то многокилометровые пробки – это не мучение, а наоборот способ заработать. Очень часто на улицах города, в местах скопления автомобилей можно увидеть вот таких торговцев кофе и всяких приятных мелочей. Надежда Рожнова, Андрей Першин, Служба новостей город. Ну вот пробки пробками, а между тем эта снежная пятница резко увеличила количество аварий на дорогах региона. Только за утро было зафиксировано 11 ДТП с пострадавшими. И для одного дня октября это уже очень много, ведь по статистике ГИБДД водители в межсезонье наоборот стараются ездить аккуратнее. Ну а к тому же не все автовладельцы еще успели переобуть авто на зимнюю резину. Добавлю также, что причиной большинства ДТП в пятницу стали пешеходы, которым на дороге сейчас стоит быть тоже внимательными. В начало зимы, поздняя осень – это очень большие проблемы и для пешеходов. Преимущественно темные одежды, поэтому зачастую они плохо заметны водителям в условиях сумерек. И, наверное, здесь можно порекомендовать пешеходам носить светоотражатель не только, как это требует ПДД за городом, но и в населенных пунктах. Это вещь, которая действительно помогает предотвратить ДТП. Ну и, кроме того, выбирать для перехода места наиболее для этого приспособленные. Это пешеходные переходы, регулируемые, нерегулируемые, хорошо освещенные. Картину аварийности в Нижнем Новгороде дополнит рубрика «Место происшествия». Нижегородские экстремалы первому снегу только обрадовались. Репетицию заносов, без которых не обойдется зимой, превратили в своеобразное шоу. К счастью, в качестве площадки для тренировки актовладельцы выбрали парковку у магазина. Участники этой аварии почувствовали, что значит скользкая дорога по-настоящему. В пятницу утром на Мызинском мосту столкнулись «Шевроле Нива» и «Митсубиси». Последствия ДТП зафиксировала камера видеорегистратора. Обе машины получили серьезные повреждения. Никто из людей не пострадал. Иномарка не поделила дорогу с автомобилем ДПС. Шкода выезжала с прилегающей территории на улицу Голубева и не уступила дорогу автомобилю сотрудников госавтоинспекции, несмотря на установленный знак «Уступи дорогу». В итоге оба автомобиля получили повреждения. Другим темам. Новинки от нижегородских сельхозпроизводителей стали примером для других на всероссийской выставке «Золотая осень» в Москве. Ее в пятницу посетил Дмитрий Медведев и, поглядев на экспозицию нашего региона, велел остальным взять кое-что на заметку. Свою продукцию в столице представили 30 нижегородских предприятий. Премьер интересовался инвестиционными проектами, которые реализуются в области. Например, выращивание картофеля по безвирусной технологии, что позволяет получить урожай в больших объемах и не подвергать его заражению. Обратил внимание Медведев и на успехи в семеноводстве. В этом году в Нижегородской области собран неплохой урожай зерновых – 1 миллион 200 тысяч тонн, причем две трети зерна высокого качества. Еще одно направление, представленное на выставке – это племенное животноводство. Внедрение новых технологий, оно снижает риски. У нас все-таки зона рискового земледелия. Риски дают большую урожайность, большую финансовую отдачу. Поэтому будем эту работу продолжать. Сейчас информация от наших партнеров. После этого мы вернемся в студию и вот о чем пойдет речь. Бумага уходит в прошлое. Электронные новинки в Нижнем Новгороде добрались и до общественного транспорта. Постигать передовые технологии придется всем – от школьников до пенсионеров. Волга-арена в Нижнем Новгороде так и не построят. Для будущего стадиона на Стрелке придумали новое название. Расскажем, какое. А также 17 лет работы, чтобы вы увидели самое интересное. Цирк на воде ждет в эти выходные нижегородцев. Национальный центр репродукции ЭКО-содействия специализируется на лечении бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий. ЭКО-содействие старается помочь даже в сложных и трудно разрешимых ситуациях. Все медицинские процедуры в клинике стандартизированы и контролируются главным врачом. В Национальном центре репродукции ЭКО-содействия действуют уникальные предложения. Национальная программа ЭКО-гарантия, которая предлагает три попытки ЭКО всего за 120 тысяч рублей. Статистика по данной программе с 2011 года составляет 83%. Статистика в Нижнем Новгороде составляет 43%. Общая норовая статистика – 30-40%. За небольшой период времени с 2013 года на свет в нашей клинике ЭКО-содействия появились более 1 900 малышей. Хотела сказать большое спасибо Габриэляне Регине Тофиковне, моему врачу-гинекологу, за ее обходительность и внимательность, за то, что могла ей позвонить в любое время дня и ночи, узнать все, что меня интересует. Большое спасибо ей за это. Успей записаться на три процедуры ЭКО за 120 тысяч рублей. Национальный центр репродукции ЭКО-содействия, улица Тимирязева, 35, телефон 422-85-75. Если вы думаете, что наркоманы выглядят только так, вы ошибаетесь. Даже родители зачастую не могут вовремя понять, что их ребенок – наркоман с многолетним стажем. Они могут считать, что все в порядке, и видимость будет такая, но его будет все меньше и меньше дома. Сегодня героины МАК сменили синтетические наркотики – соли и спайсы. Они мощнее, а самое главное – доступнее. Купить их может даже школьник. После нескольких месяцев употребления наркотиков зависимый уже не может выйти из порочного круга самостоятельно, но и близким рассказать правду боится. Поэтому специалисты советуют родителям повнимательнее присматриваться к своему ребенку. Беда может зайти в любую, даже самую благополучную семью. Поведение подростка резко изменилось, он больше не идет на контакт – это может быть признаками наркомании. Поведение, оно меняется. Вот ребенок был такой, а сейчас как будто его подменили. Он либо замедленный, сонный, да, либо он, наоборот, очень активный. Правильное поведение с наркозависимым и правильные действия – это единственный шанс вернуть человека к нормальной жизни. Специалисты Фонда социальной помощи знают, что делать, если ваш близкий попал в беду. Один звонок может вернуть надежду. Любая консультация по телефону 416-1973 абсолютно бесплатна, а главное – анонимна. Специалисты Фонда социальной помощи знают, как вам помочь. Если вы загорели желанием приобрести кухню своей мечты, но понимаете, что в данный момент финансовая сторона тормозит процесс покупки, не отчаивайтесь. Студия Кухни Место предлагает выгодные условия рассрочки без переплат. Срок выплаты от 4 месяцев до года по желанию клиента. Для первоначального взноса достаточно 15% от стоимости кухонного гарнитура. Чтобы было понятно, приведем пример в цифрах. Удобный срок выплаты для вас 12 месяцев. Вы выбрали кухню стоимостью 100 тысяч рублей, из них сразу вы отдаете только 15 тысяч. Получается, в день вам нужно будет откладывать всего 236 рублей, а любимая и удобная мебель уже будет радовать ваш глаз на кухне. Только в сентябре каждому покупателю в подарок столешница и 25% скидки на технику. Выбери кухню своей мечты в студии Место на Бетонкуроши. Узнайте подробности по телефону 2-835-866. Я напоминаю, вы смотрите Первый городской телеканал в эфире Службы новостей Город. С 1 ноября в Нижнем Новгороде из обращения полностью выйдут бумажные проездные билеты на общественный транспорт. Их заменят электронные карты. Проект очень долго готовили и вот, наконец, он заработает. Пугаться этого не стоит, изменения только к лучшему. Теперь при наличии транспортной карты неиспользованные поездки не пропадут, как это было раньше, а перейдут на следующий месяц. К тому же электронный проездной позволит отслеживать пассажиропоток и распределять денежные средства среди транспортных предприятий. Мы сможем какие-то маршруты вновь открывать, какие-то сокращать, какие-то продлять и также оперативно реагировать на обращения граждан. Мы будем смотреть, куда пассажир ездит, на каком виде транспорта и на что он ориентирован. Также благодаря этому будет развиваться вся сеть города. Оформить транспортную карту уже сейчас может любой нижегородец во всех отделениях специальных многофункциональных центров. Они есть в каждом районе города. Для этого нужно написать заявление и предоставить документы, подтверждающие наличие льгот. Ведь для некоторых категорий граждан, например, для пенсионеров или учащихся, по-прежнему останутся специальные тарифы. Нижегородцы, которые имеют право на льготу, получат транспортную карту. Последующие их пополнения будут очень простые. Они будут приходить в офисы пополнения и продаж, предоставлять оператору карту и в течение 20 секунд проездной будет записан. Стоимость не меняется 400 и 625 рублей. Карта выдается бесплатно и действует на территории города. Количество поездок будет вычисляться автоматически по внесенной на нее сумме. Ну а пополнить баланс можно в сети киосков, печать и терминалах Сбербанка. Единый центр обслуживания электронных карт находится на площади Минина и Пожарского в доме номер 2. Всю дополнительную информацию можно получить по телефону службы поддержки транспортных карт или на сайте, адрес которого сейчас вы видите на своем экране. Для будущего стадиона на Стрелке придумали и утвердили новое название. И это не «Волга-арена», как планировалось ранее. Подробности далее короткой строкой. Городская администрация отменила итоги конкурса на организацию платных парковок по требованию УФАС. Причиной стала жалоба компании, которая не смогла стать одним из претендентов из-за отсутствия у них определенных лицензий. Комиссия УФАС пришла к выводу, что заказчик нарушил закон о проведении конкурса. Так что теперь подрядчика будут выбирать повторно. Название Нижегородского стадиона на Стрелке, который будет построен специально к чемпионату мира 2018, утверждено комитетом ФИФА. Спортивная площадка будет называться «Стадион Нижний Новгород». Изначально наше место для проведения игр планировалось назвать «Волга-арена». 27 октября нижегородские 11-классники напишут пробное сочинение. Оно станет репетицией к итоговому экзамену в декабре. Письменная работа введена как допуск к государственной итоговой ассистации. Уже известны пять тем – это время, дом, любовь, путь и год литературы в России. Сочинения школьников будут оцениваться по системе «Зачет-незачет». 28 место из 80. Нижний Новгород попал в число недорогих региональных столиц для путешествий в выходные. Подсчеты привел сервис Travel.ru. Осенний уикенд обойдется туристам в 2530 рублей. Сюда входит проживание вдвоем недорогой гостиницы. Ужин в кафе и посещение одного городского музея. Выставки, представления, различные акции. В Нижнем Новгороде в эти выходные пройдет много всего интересного, поэтому будет чем заняться. Картина, написанная икрой, настоящая шапка-невидимка и медведь, который ждет вашего звонка. Таких иллюстраций к произведениям классиков вы еще не видели. Чтобы удивиться и найти ответы на вечные вопросы, приходите в «Арсенал» на выставку «Русская хрестоматия». Воздух, вода и огонь. Три стихии сойдутся в новой цирковой программе «Цирк на воде». Это шоу совершенствовали в 17 лет. Специально для зрителей, которые любят все и сразу. Яркие костюмы, талантливые акробаты, веселые клоуны и, конечно же, животные. Арену для артистов цирка заменил огромный бассейн. Чем поражает такая сцена, смотрите в цирке. По два представления в субботу и в воскресенье в 13 и 17 часов. Заключительная акция по уборке мусора движения «Антисвин» пройдет в субботу 10 октября. На этот раз приводить в порядок будут рощу на берегу Аки в микрорайоне Юг. К субботнику приглашаются все частюли. Перчатки, мусорные пакеты и необходимый инвентарь предоставят организаторы. Приятных вам выходных! Ну а сейчас новость интернета. Все самое интересное мы, как всегда, собрали в обзоре социальных сетей. Немного о вкусной и здоровой пище. Участница проекта «Жми, худей, смотри» на Первом городском Наталья Строганова показала, как изменилось содержимое ее холодильника. Вот у меня тут есть еще котлетки на пару. Вкусно. Может, не очень симпатично, но вкусно. А вот как меняется образ жизни и фигуры участников, смотрите в воскресенье в 10.30 на Первом городском. Претендентки на титул «Мисс Президентская Академия-2015» зажгли в Нижнем Новгороде. Победительницей всероссийского конкурса стала студентка из Санкт-Петербурга, а Нижегородка Екатерина Егорова стала вице-мисс. Стоит только напеть «Ничего не говори», как зал начинает сразу подпевать. Легендарная нижегородская группа «Рок-острова» спела с земляками. Что будет, если повесить на киноафишу свое объявление? Получится романтичная реклама, с которой картофель разойдется куда быстрее. Ваши фото и видео тоже могут дополнить наш эфир, но для этого, когда будете выкладывать их в сеть, не забудьте поставить хэштег «Первый городской НН». Ну и далее наш традиционный опрос. В октябре за хорошие новости мы дарим призы от наших друзей сети парфюмерии и косметики «Ноктюрн». Спонсор рубрики «Ваши хорошие новости» сеть магазинов парфюмерии и косметики «Ноктюрн». Сегодня день рождения моего молодого человека. Мы сегодня празднуем, будем отдыхать. Сегодня хороший день. Пятница. Надеюсь, погода будет получше. Все-таки удастся съездить на природу. На работе очень хороший момент был. Удачную сделку, можно сказать, завершили. Да все хорошо. Вот ребенка на танцы сводили. Мостик стали делать. В деревню поеду, в баню, в шашлыки. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам самого доброго и до встречи на «Первом городском». Хочу, хочу. Хочешь? Тогда успей купить декоративную косметику «Лориаль Париж» и «Мебелин Нью-Йорк» со скидкой 20%. Декоративную косметику «Вивьен Сабо» от 149 рублей. Лакодный лук за 119 рублей. А где? В сети магазинов парфюмерии и косметики «Ноктюрн». Всем привет! Сегодня я буду придирчивым испытателем входных дверей. Просто мне непонятно, как стоимость, казалось бы, на вид одних и тех же дверей может быть разной. Ведь кто-то зря переплачивает, а кто-то зря экономит. Современная входная дверь должна быть покрыта или антивандальным порошковым напылением, или специальной краской. Такие двери не боятся рисунков самых мелких хулиганов. Паш, скажи, ты хочешь немножко похулиганить? Сегодня мы с тобой можем разрисовать эту дверь. И взрослые нас ругать не будут. Держи. Поехали. А теперь мы попробуем стереть это хулиганство. Для идеальной шумоизоляции в квартире входная дверь должна плотно прилегать к дверной коробке, а со временем не оседать. Для этого нужно серьезно отнестись к подбору петель. А какие бывают петли на входных дверях? Петли бывают внутренние и наружные. Двери с внутренними петлями открываются на 110 градусов. Двери с наружными петлями открываются на 180 градусов. От чего зависит их количество? Зависимо от веса дверей выбирается количество петель. Их может быть две или три. Если вы хотите, чтобы ваша дверь легко обкрывалась и плавно закрывалась, обратите внимание на правильность ее установки и на качество подшипников. Еще один важный критерий входной двери – ее герметичность. Многие покупатели проверяют герметичность двери при помощи бумаги прямо в магазине. Но это неправильно. Проверить герметичность двери можно только после ее установки в квартире. И проверять будем другим способом. Смотрите, при правильной установке двери пламя остается неподвижным. Ну и заодно проверим шумоизоляцию. Для этого нам нужен источник звука. Включим его на полную громкость. Оставим подъезде и закроем дверь. Тихо. Слышите? Я нет. А так? В этой рубрике мы рассказали, как выбрать входную дверь и как проверить свою же установленную дверь. А где приобрести качественную входную дверь, мы расскажем далее. Счастье вдруг! В тишине постучалось в двери. А где вы будете покупать входную дверь? В магазинах двери ТС от 3500 рублей. А если где-то найдете дешевле, то здесь продадут с ценой еще ниже. Предложение действует на весь ассортимент. Дверь с одним слоем утеплителя стоит 9200 рублей. А дверь с двумя слоями уплотнения стоит 9650. То есть разница всего 450 рублей. На эту разницу вы можете позволить себе выбрать цвет и рисунок двери. Также ее плюс высокой износа стойкости. Магазины двери ТС находятся в каждом районе города. Узнайте их адреса по телефону 413-93-73. Спонсор прогноза погоды группа компаний «Автоэра». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok